проезжал мимо тут смотрю капсула упавшая разбившаяся спутник какой-то космический корабль непонятно что это возле них возле таких капсул замборги вот замборга размотал он сильно бронированный но ничего самодельным слэпером вот такой вот шлепал к его пошлепал побегал по камням с ним все нормально разве раздел его разобрал внутри в нем ничего интересного только перегоревшего бионика но стало интересно что же внутри вот этой металлической капсулы тут передняя дверь открывается дальше идет закрытая металлическая дверь которую никак не разрезать несмотря на то что меня болгарка есть порезать ее не могу но у меня есть бензиновый отбойный молоток его с его помощью тоже не могу вот эту металлическую дверь на стену металлическую стену можно будет было высверлить собственно высверлил и вот что внутри этой капсулы какая-то странная капсула не знаю может мне второй этаж есть надо как-то посмотреть но внутри в этой капсуле очень маленькое пространство то есть она с двойными стенами больше стены никакие не открываются хотя вроде выглядит передняя стена секретная дверь открыта а можно закрыть закрыть можно да можно открыть можно заказа секретная дверь вот а внутри находятся магазины очень много очень большое количество магазина до 28 магазинов экзоде на 60 патронов 35 магазинов экзоде на 10 патронов куда-то патроны вез и патроны и 12 и 3 лн по описанию какой-то альтернативной вселенной патрон 12 3 лн был представлен в румынии после второго карпатского конфликта винтовка пей мд 71 использующий этот берег боеприпас быстро завоевал популярность в восточном союзе оттуда и во всем мире благодаря этом благодаря этот благодаря чему наверное этот патрон калибра 12 и 3 лн быстро стал стандартным боевым патроном в евразийской сфере что позволило экзодия накапливать его в больших количествах когда они посещали эту версию земли более крупная пуля не являющаяся спицером моя не понимать что тут написано урон от длины ствола зависит я смотрю 15 40 60 разные магазины собственно описание одного магазина описание второго магазина 2 или двухрядными коробчатыми магазинами 68 начали использовать для поддержки самолетов и транспортных средств потребовало большего лоткового магазина неоправданно большой листовой тяжелой болевой боевыми винтовки я хочу посмотреть ну-ка давай у нас есть на 5 56 патроны давай вы ну и вот магазин разрядим и я хочу сравнить возьмем вот эти патроны все вот с один килограмм ты шу с ума сошел один пожалуйста возьми сколько он весит 30 грамм здесь нормально так значит давай сравним патроны вот эти экзодии и 5 56 ну прям существенно я не знаю что такое 12.3 лн вот но урон у них 57 против 36 у 5 56 натовский бронебойность пониже дальность и разброс дальность два раза выше то есть энергия кинетики разброс они точно и навес чего-то там пороха наверное выше да что там внутри три свинца 1 гильза 1 бит большой винтовочный капсуль 32 бездымный винтовый крупнокалиберный винтовочный порох и два меди 32 тут 17 бездымного винтовочного пороха 32 ну в принципе то я согласен то есть поскольку урон урон и дальность она зависит от энергии а энергия это берется из химии химии сгорания пороха вот ну а от длины ствола смотри 38 53 то есть это какая-то супер пупер винтовка крупнокалиберная интересно на это надо будет забрать наверное этому я думаю можно продать почем 4 доллара за один магазин большой 50 центов за маленький и тысячу это за всю пачку до 40 центов 40 центов на по бартеру один патрон свой это надо забирать потому что это хорошие деньги поэтому мы потащили собственно что находится внутри упавших капсул